Всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами будет увлекательное путешествие в одно из интереснейших мест на острове Уайт. Это Donkey Century или Ослиный заповедник. Ослиный заповедник на острове Уайт, который мы сейчас с вами посетим. И пока я буду вам рассказывать, как это всё случилось и что здесь происходит в настоящий момент, вы посмотрите по сторонам и увидите замечательных осликов. И не только осликов, но и других животных, которые здесь также есть. Итак, друзья, давайте начнём! Смотрите, какой живописный, хороший, красавчик! Ой, смотрите, какой он красивенький! Какой он красивенький! Так вот, с чего же это всё началось? Вы, друзья, наверняка знаете, слышали, и я много об этом очень рассказывала, что англичане очень любят животных. И вот они не только ухаживают за домашними животными, но поддерживают и диких животных, подкармливают птиц, подкармливают белок, кроликов. Здесь очень много барсуков, которых также здесь подкармливают местные жители. Ну, а вот почему именно ослиная ферма организована здесь в Британии, это тоже очень интересная история. Первый ослиный заповедник был основан именно в Великобритании в 1969 году. Основала его Элизабет Свенсен, которая проживала в Девоне. Она решила открыть заповедник после того, как посетила однажды рынок. И когда на рынке она вдруг увидела семь малюсеньких осликов, которые были запихнуты в небольшой загон, которые стояли на солнце без еды и без воды практически целый день. И хозяин не обращал на них никакого внимания. Элизабет посмотрела на то, как они выглядят, эти бедные заброшенные животные. И она попыталась купить ослика в самом худшем состоянии. Но оказалось, что ослики не продаются. Хозяин лишь максимально эксплуатировал этих животных для перевозки тяжелых ящиков и не заботился о том, как они выглядят и что они едят. Элизабет решила тогда впервые спасти этих бедных животных. И вот теперь уже несколько таких ослиных заповедников расположены по всей Великобритании. Вот видите, даже и у нас на острове Уайт есть такой ослиный заповедник. Я вам расскажу именно о нем немного попозже. А вот этот первый организованный, сейчас у него уже доход составляет 37 миллионов фунтов стерлингов. И очень много меценатов, которые содержат этот заповедник. В заповедник попадают ослы по разным причинам, но чаще всего как нежелательные. Или о них забыли, или они уже настолько старые, что не могут выполнять свою работу. Бывает так же, что просто приводят найденных животных, брошенных животных. Часто бывает, что сами владельцы приводят своих животных сюда. Может быть, что у них обстоятельства изменяются, или они уже не могут по состоянию здоровья ухаживать за животными. И вот так по разным причинам попадают сюда, в этот прекрасный заповедник, ослики. Ну, а ослиный заповедник, в котором мы гуляем сейчас, на острове Уайт, открылся в 1987 году с единственного осла по имени Дилан. И с тех пор этот заповедник разросся, на сегодняшний день он насчитывает 113 осликов разного возраста, одного мула и 22 пони. Все из этих животных были, конечно же, брошены, либо найдены брошенными. В общем, спасенные животные. Этим животным, как говорят здесь, представляется дом навсегда. То есть они здесь практически отдыхают на заслуженной пенсии. Эта ферма, это 55 акрах сельскохозяйственной местности. Она расположена недалеко от города Роксол. И здесь ослики получают первоклассный уход, потому что за ними следят более 50 волонтёров. А также здесь есть очень много спонсоров, которые дают деньги, чтобы ослики ни в чём не нуждались. И мы можем понять, насколько любовно относятся к этим осликам, если мы увидим при входе на ферму сразу же вот такой огромный стенд. Видите, здесь фотографии с именами каждого ослика. Обратите внимание. И вот Барбара, Анжелика, Боб, Чарли. Вы только посмотрите, какая прелесть. Здесь нам проводили экскурсию, когда мы гуляли по ферме. Всё рассказывали, показывали подробно. И, наверное, вы даже слышали. Я не знаю, как вы, друзья. Ой, а я просто балдею. Как мне нравятся вот эти ослики. Чудесные. Вот они пошли по кругу. Чудесные, великолепные ослики. Шла я с другой стороны. Вот здесь они столпились. Но вот это вот немаленькие. Вы, наверное, слышали, поняли, да? Что это отнюдь немаленькие по возрасту. А это просто мини-животные, мини-ослики. Вот смотрите, сколько их здесь много. И сказали, что здесь как раз старожилы. Многие старше 30 лет. А один самый старый. Забыла, как зовут. Ему 47 лет уже. Ну, а живут они в среднем до 50 лет. Ослики, вот я спросила. У женщины, которая здесь работает. Ну, и ещё она сказала, что вот те замечательные два. Они самые молоденькие. Один из них большой, потому что он другой породы. Ну, а вот эти все мини. И какие они все мохнатые. Посмотрите, какие они все лохматые. Видно вам какие? Данке, иди сюда. Подойди ко мне. Красавчик. Да. Красота. Красота, друзья. Вы знаете, что я хочу сказать? Что здесь у них очень чистенько. Здесь никакого запаха нет. Просто пахнет сеном свежим. Ну, и вот, что ещё нам рассказали. Что этот заповедник состоит из четырёх основных элементов. Это то, что он спасает и поддерживает здоровье бездомных ослов, само собой. Дальше он действует как образовательный центр, предоставляя обучение и тренинги для детей, студентов, учеников и волонтёров. Также это аттракцион для посетителей, на котором люди могут встретить ослика, пообщаться с ним, поухаживать за осликами, выгуливать их, или же получить ослика на целый день и пообщаться с ним уже конкретно на природе. Тут регулярно проходят мероприятия, концерты и дни открытых дверей. Также ослы принимают участие, вы не поверите, в программах лечения людей. Они работают с пациентами с болезнью Альцгеймера, с инсультом, с людьми с ограниченными возможностями. Например, вот дети с аутизмом, с психическими проблемами, дауны. Они приходят сюда с удовольствием и получают расслабление и наслаждение при общении близком вот с этими чудными животными. И говорят, что это не только то, что мы делаем для наших ослов, но и то, что ослы делают для людей. Смотрите, какие они милые. Боже мой. Вот еще лапунечек. Анжелика, да? Анжелика. У меня ее, друзья. А вот это Фелисити. Фелисити совсем малюсенькая. Смотрите, как интересно. Они все разные. Все ослики разные абсолютно. А это Джелардино, да? Джелардино. Вот еще пришел красавчик Визи. Посмотрите, какие у них мордашки бесподобные. Вы знаете, чем-то похоже на кенгуру, по-моему, да? Ой, вы только посмотрите на эту прелесть. А кстати, вы, наверное, слышали, конечно же, что ослов считают очень упрямыми животными. А вот почему к ним прицепилась такая слава? Им даже часто людей называют упрямый, как осел. Так вот, вы знаете, почему называют осла упрямым? Потому что у этого животного очень сильно развит инстинкт самосохранения. И если осел устал, несмотря на все свое трудолюбие, он никогда уже не двинется с места, пока не отдохнет. В отличие от лошади. Вот, например, измотанную лошадь можно заставить даже бежать и загнать ее до смерти. Таких случаев, вы видели, наверное, случается много-много. А вот уставшего осла уже ни кнут, ни пряник, ни сдвинут с места. Ну и вот этот заложенный природой инстинкт животного, также успешно используется человеком с давних времен. Ослы очень хорошо чувствуют любую опасность. И туда, например, где может скоро случиться землетрясение, или вот-вот начнутся боевые действия, осел никогда не пойдет. Он остановится, как вкопанный. Поэтому, если осел упрямится и сворачивает с нужной тропинки, то хозяину лучше всего послушать своего осла. Ученые считают, что первые ослы были одомашнены более четырех тысяч лет назад. Их начали разводить еще шумеры и древние египтяне. Именно благодаря своей выносливости и трудолюбию Эти животные столько веков остаются нужными человеку. Ослы способны вести или нести на себе груз без перерыва по 8-10 часов. При этом тяжесть этого груза может быть равна собственной массе тела животного. Разведение ослов совсем не затратное дело. Они очень неприхотливы, мало едят и пьют. И могут довольствоваться скудным подножным кормом. С удовольствием поедают какие-нибудь колючки или жухлую траву. А еще копыта осла прекрасно приспособлены к передвижению по неровным и каменистым поверхностям. Копыта очень прочные и поэтому осликов не нужно подковывать. Ослы также не боятся высоты и спокойно идут по узким извилистым тропинкам над самой пропастью или спускаются с крутейшей горы. Соответственно, они прекрасно себя чувствуют именно в гористых и засушливых странах. Существует миф, что царица Клеопатра, чтобы сохранить свою красоту и молодость кожи, несколько раз в месяц принимала ванну со слиным молоком. В нем действительно содержится огромное количество полезных витаминов и микроэлементов. Слушайте, друзья, но и это еще не все. Про этих замечательных ослов можно говорить и говорить. И я вот очень рада, что сегодня я брожусь здесь среди этих чудесных осликов и могу вам рассказать все, что я знаю об ослах. Вот, кстати, о возрасте ослов. Они считаются среди животных долгожителями, потому что, я сказала вам уже, они живут 45-50 лет. При том, что возраст никак не сказывается ни на внешности, ни на мускулатуре животного. Долгое время мускулатура не претерпевает никаких серьезных изменений. И чисто визуально очень трудно отличить старого животного от молодого. А чтобы более наглядно в этом убедиться, давайте сравним ослика из фильма «Девятая рота» с осликом из «Кавказской пленницы». Вы знаете, что это снимался один и тот же ослик, вернее, даже ослица. А разница между съемками этих фильмов 40 лет. И там снималась одна и та же ослица, и зовут ее Люся. Люся родилась в 48-м году в Средней Азии. В свои 17 лет она снялась в знакомом всем нам фильме «Леонида Гайдая. Кавказская пленница», после выхода которой Люся прославилась на весь Советский Союз. Но не все знают, что спустя почти 40 лет она снимается в фильме «Спецназ» и потом еще и в фильме «Девятая рота». Это один и тот же ослик, друзья, ослик Люся. Вот такая звезда экрана. А между съемками в обычной жизни Люся жила в Симферополе в обычном зооуголке, где катала маленьких детей. Люся умерла в 2007 году, когда ей было 60 лет, от старости. Ну и как тут не вспомнить еще одного ослика? Ира из мультфильма «Винни-Пух». Грустного, нежного и сентиментального ослика, который полюбился многим. Сколько же еще таинственного скрывает в себе это интереснейшее животное, которого, к сожалению, мы практически не знаем. Ну вот, наверное, почти все знают голос осла, пренеприятнейший голос, чего таить. Все время складывается впечатление, что животинку просто мучают как минимум десяток рук. Но оказывается, что даже своим криком осел превзошел всех животных, потому что этот надсадный рев получается за счет способности генерировать звуковые сигналы не только на выдохе, как обычное животное, но и на вдохе. Воздух при вдохе ослик втягивает вместе с голосом. Отсюда такая проникновенная интонация. Ну а то, о чем я расскажу сейчас, друзья, просто может многих повергнуть в шок. А многие даже могут мне и не поверить. Но уверяю вас, это действительно реальная история про ослика. Обычно мы считаем, что ослики очень медленные животные. Осел никогда и никуда не торопится. Он пофигист животного мира. И многим со стороны кажется, что животное, в принципе, не способно бегать. Но если длинноухий осел завидит или заслышит опасность, то он рванет с места так, что от зависти побледнеет любая лошадка. Иногда даже на машине ослика тяжело догнать. Потому что ослик, как говорят, может развить скорость до 65 километров в час. В то время, как скорость даже самой прославленной и натренированной лошади будет достигать всего лишь 50-55 километров в час. Да и то, это только на короткой дистанции лошадь может бежать с такой скоростью. Обычная скорость лошади 15-20 километров в час. Кстати, длинные ослиные ушки тоже таят в себе секрет. Ослиные ушки помогают осликам отсеивать лишний шум. Вот строение специальное наружного уха даёт возможность усилить только те звуки, которые сам ослик умеет распознавать и которые ему уже знакомы. Остальные являются мусором, а значит, не представляют никакого интереса для ослика и отсеиваются. Кстати, через эти длинные ушки уходит излишки тепла. Но так случается только в том случае, если ослик правильно направил их в северную часть неба. Вот такая необычная ещё и связь с космосом у ослика через длинные ушки. А ещё осликов называют весёлыми хулиганами, потому что у них прекрасное чувство юмора. Сколько существует фотографий, на которых запечатлена улыбка ослика. И как эти тролли животного мира глубятся над себе подобными и человеком, можно смело написать книгу. В стадии ослик может специально подкрадываться к другому и резко пугать. А если ослик захочет поиздеваться над человеком, то он начнёт сбегать от него, запутывать следы, а потом наблюдать со стороны, как его безуспешно разыскивает хозяин и веселиться от души. Помимо всего прочего, осёл способен постоять за себя и за других животных, с которыми он живёт бок о бок. Зимой в горах нередки нападения волков или других хищников на домашний скот. В таких случаях лошади предпочитают убежать от врага. А вот осёл упрямо идёт на волка, намереваясь ударить его копытами. А если к тому же в стадии окажется ослёнок, то волку тут уж точно не поздоровится. Разъярённая ослица способна всё смести на своём пути. И в этом случае в бой идут не только копыта, но и зубы. Кусаются ослы. Очень больно. Цапнуть они могут и человека, если сочтут, что он представляет опасность. Но обычно с хозяином у ослов бывает очень хорошее отношение. Вот как много, друзья, сегодня я рассказала вам об осликах этих чудесных животных. Это интеллектуалы. Никогда не называйте ослов глупцами. Об интеллекте этих животных уже давно слагаются легенды. Ослы прекрасно распознают все природные головоломки, анализируют возможные пути их решения и исторически преодолевают все жизненные сложности. Вот так неспешно за разговорами мы практически прогулялись по всей ослиной ферме. И сейчас я вам покажу напоследок ещё и маленький магазинчик, который здесь на ферме организовали волонтёры. Здесь вы видите, конечно же, везде ослики в разных видах. На подушках, на фотографиях, статуэтках, рисунках и многом-многом другом. Я надеюсь, друзья, что вам понравилась моя история про осликов. И это чудесная ослиная ферма или ослиный заповедник. Может быть, конечно, кто-то знает ещё больше об этих чудесных животных. Я хотела бы послушать также и ваши комментарии. Может быть, вы знаете что-то ещё более интересное о жизни и повадках этих животных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всего вам доброго! Всем пока! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok